Нынешний январь можно назвать месяцем ремейков. Обновились Тейлза в Весперии, Уни Муша, Марио энд Луиджи, а также Resident Evil 2. Но последний выделяется, конечно, особенно. Если многие переиздания и ремастеры можно описать стандартными по нынешним временам словосочетаниями поддержка 4К, обновлённая графика, перезаписанный звук, то для Resident Evil 2 лучше всего подошло бы следующее — совершенно новая игра. Что именно предлагает нам Capcom на этот раз, рассмотрим в ближайшие минуты. Встречаем по одёжке. Прежде всего, ощущение принципиально новой игры создаётся, естественно, благодаря тому, как ремейк Resident Evil 2 выглядит. В принципе, авторы могли бы, конечно, просто натянуть HD-текстуры на модели персонажей и интерьеры из оригинальной игры 98-го года выпуска. Но они решили не обходиться малой кровью и перенесли всё на навороченный движок RE Engine, использовавшийся в Resident Evil 7. Со всеми вытекающими последствиями. Графика полностью переписана с нуля, персонажи выглядят как живые, а не как куклы, эмоционально жестикулируют в диалогах, на их теле при ранениях появляются следы от укусов, размозжённые бошки зомбаков реалистично вываливают на пол всё их скудное содержимое, а вырванные с кровища кишки реалистично отражают свет от фонарика. На ПК, PS4 Pro и Xbox One X всё это ещё можно созерцать в 4К разрешении и с высокой частотой кадров. Камера при этом больше не фиксированная, она уехала за плечи у героев. Вид от третьего лица появился только в Resident Evil 4, поэтому в случае хронологически второй части он кардинально меняет ощущения от происходящего. Локации тоже стали более проработанными, детализированными. Например, в полицейском участке можно найти много новых сводок, заметок и других деталей, придающих жизнь этим помещениям. Более того, в игре появились туалеты. Да-да, этой, казалось бы, обязательной для всех хорроров детали, позволяющей смачно пугать выскакивающими из кабинок монстрами или видом грязных в кровище унитазов, в оригинальной Resident Evil 2 не было, а теперь туалетная справедливость восстановлена. В общем, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вы и сами видите, что новый Resident Evil 2 выглядит и ощущается как современный идеально поставленный хоррор. Отдельно отметим и звук. Он тут тоже совершенно новый, радующий, а точнее пугающий 360-градусной акустикой и восхитительным в своей отталкивающей реалистичности звуком пуль, входящих в гниющие руки-ноги-головы врагов. Поэтому авторы сразу предупреждают, что для пущего эффекта играть лучше всего в наушниках. В темное время суток, естественно, не забыв про валидол и памперсы... Кхм-кхм, это мы уже сами добавили, извините. Резиденция Тьмы Но речь, конечно, не только о новой картинке на новом движке и новом звуке. Это неточное воспроизведение оригинала с современной графикой, это новейшая часть серии, пытающаяся вписать в современный контекст концепцию оригинальной Resident Evil 2. Так говорят об игре сами авторы. Современный контекст — это прежде всего про новый, точнее, совершенно другой по своей сути, уровень и акцент режиссуры. Раньше фиксированная камера позволяла по-особому нагнетать напряжение. Игрок просто физически не видел, что там за следующим углом и на следующем экране. Есть зомбаки или ликеры, либо нет никого. Что-то злобно воет, рычит, приближается, а ты можешь только отбегать, используя танковое управление и застревая в углах, а также палить из пистолета просто на шум. Кто-то из особо упертых фанатов скажет, что это и есть настоящий олдскул и винтаж, но по нынешним меркам зрелище, когда герой просто стреляет в сторону врагов, не видя их, а лишь ориентируясь на звук, выглядит откровенным атовизмом. Да и когда камера всё-таки благодушно сталкивала их лицом к лицу, особо целиться тоже не приходилось. Мы просто хладнокровно разряжали обойму во врагов. Всё это превращало игру в этакий, да, хардкорный, да, напряжённый, но больше всё-таки боевик, чем хоррор про зомби. В ремейке же мы получили именно что более сконцентрированный современный ужастик. Отсутствие танкового управления, оно тут куда более удобное и демократичное в плане контроля персонажа, и наличие вида от третьего лица вроде бы наоборот позволяют реализовать как раз бодрый современный и динамичный экшен, но, во-первых, тут значительно темнее. Ощущение ужаса и напряжения достигается тем, что локации стали куда более тёмными, то есть грамотной игрой со светом и тенью, когда фонарик становится нашим лучшим другом. Во-вторых, зомби передвигаются чуть быстрее, чем раньше, а герой чуть медленнее. В-третьих, угол обзора при взгляде из-за плеча персонажа намеренно и серьёзно ограничили. Вы не видите, что там сбоку или за спиной, нужно постоянно нервно осматриваться, а при встрече с врагами опять же нервно, мы терясь, патронов ведь всегда не хватает, полетим в голову, пытаясь попасть хоть куда-то и что-нибудь отстрелить. А зомби и ликеры, между тем, научились свободно перемещаться между помещениями и коридорами. Загрузок, как раньше, с демонстрацией спасительной двери. Дескать, всё, я сбежал, не достанете. В ремейке нет. Достанут, прибегут и достанут. Чтобы хоть как-то защититься от них, теперь разрешено заколачивать некоторые окна. Если найдёте доски, конечно. Половинка моя, половинка твоя. При этом в игре прекрасно работают все современные режиссёрские приёмы. Зомби хватает героя и пытается его натурально сожрать, камера приближается, а нам нужно как-то отбиться, оттолкнуть, вонзить нож или засунуть в пасть гранату. Это, кстати, дополнительное оружие, появившееся в ремейке. И это ни разу не квиктайм-эвент, всё происходит вживую, поэтому нож потом придётся лично ручками выдернуть, а лучше предварительно для надёжности прострелить башку мертвечине. Как и в оригинале, ходячие тут обожают притворяться окончательными мертвецами и частенько снова и снова восстают из усопших, пугая и без того уже доведённых до истерики нас. А вот в отдельной катсцене мы пытаемся помочь офицеру и вытащить его за руки из-под почти закрытой двери, а вытаскиваем лишь половину офицера. Кровь, кишки, шок и трепет. Кстати, на натурализм, судя по всему, авторы сделают особую ставку. Благо, возможности движка тут позволяют ни в чём себя не ограничивать. Ну а чтобы верные поклонники оригинала, прошедшие его вдоль и поперёк несколько раз, не зевали, заранее предвосхищая появление в тех или иных местах монстров, авторы изменили архитектуру некоторых уровней и место расположения врагов. И если вы по привычке ждёте, что вот тут-то в окне пробежит ликер, то можете не увидеть его, пройти дальше и только там уже ахнуть, когда он мелькнёт совершенно в другом месте. А Мистер Икс теперь будет преследовать главных героев и создавать дополнительное напряжение постоянно. И единственным выходом, скорее всего, станет попытка сбежать и спрятаться. А пока сидите и пережидаете, можно скрафтить из пороха патроны. В оригинале второй части этой возможности ещё не было. Вот новый поворот. Тот самый сожранный у нас на руках офицер, точнее его половина по имени Элиот, один из новых персонажей, которых мы увидим в ремейке. Да-да, здесь есть совершенно новый контент, и речь не только о появлении сортиров и новом месторасположении некоторых комнат и врагов, а естественно, сюжетная основа вместе с тем не изменилась. Раккун-Сити, запруженный ходячими мертвецами из утечки Т-вируса из лаборатории компании Амбрелла, параллельные сюжетные линии Леона Кеннеди, который собирался первый день заступить на службу, и Клэр Редфилд, который ищет своего брата Криса. Встречи с Адой Вонг и Шерри Биркин, за которых тоже дают поиграть, всё на месте. Но вот, например, теперь, чтобы получить полную концовку, не придётся проходить игру четыре раза. Порядок, в котором вы играете за Леона и Клэр, на это уже никак не повлияет. Нужно просто закончить две сюжетные кампании. Безусловно, с учётом новых возможностей в графике, лицевой анимации, звуке и режиссуре, авторы обновили и модернизировали старые эпизоды, добавили новые ролики, расширили какие-то сцены и придумали свежие реплики в разговорах, которые позволяют более тщательно, интересно проработать характеры. Вот, например, уже в начале демо-версии мы видим совершенно другую сцену с участием Леона и раненого офицера, который и говорит больше, и в целом показан действительно более живым, проработанным персонажем. Имеются две совершенно новые локации. Это подземный завод и детский приют, где нужно играть за Шерри Биркин. Видимо, таким образом авторы выполняют своё обещание уделить ей больше внимания. Обещали даже какие-то новые сюжетные ответвления. Возможно, речь как раз об эпизодах в этих новых локациях. В итоге, со всеми этими изменениями и добавками, продолжительность игры увеличилась примерно раза в два. Буквально на днях авторы заявили, что на полное прохождение понадобится около 10 часов реального времени. И это без учёта возможности выживать, играя в специальных режимах за Ханка и Сыр Туфу. Что в итоге? Ещё до выхода понятно, что ремейк Resident Evil 2 ждёт успех. Игра оправдывает ожидания большинства фанатов этой серии и в целом жанра сурвайвал-хоррора. Едва ли кто-то из них в здравом уме хотел, чтобы Capcom сделала стандартный ремейк, просто обновив графику, звук и добавив пару новых фишек. А так, мы с вами получили фактически новую и в целом даже ещё более страшную игру с новыми эмоциями, локациями и сильной режиссурой. Но мы так и об этом долго рассказываем, потому что работа, проделанная Capcom, важна в целом для всего жанра и даже для всей индустрии. Она наглядно показывает, как можно и нужно делать настоящие полноценные ремейки любимых с детства игр. Субтитры создавал DimaTorzok Скоро на канале. Что объединяет Микки Мауса, Джека Воробье и База Лайтера? И зачем они вместе сражаются с Урсулой из Русалочки? Первый взгляд на Kingdom Hearts 3. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok